Итак, понятно, часть, которая касалась Израиля, которую мы смотрели, нас интересовала в части записанных законов, когда они были записаны, как они были записаны, когда был заключен завет и на каком основании. И нас интересовали вещи, которые касались письменной и устной торы. Нет никаких проблем, вы можете общаться ровно столько, сколько вы посчитаете нужным, просто в это время я буду молчать. Хорошо, окей. Итак, здесь нас интересовало закон Маше на основании жертвенника, который был положен раньше, и по уставам праздников. И мы затронули вопросы, связанные с тем, какие праздники можно праздновать и для которых не нужен по большому счету жертвенник. К примеру, праздник Пурин нуждается в жертвеннике? Нет. Праздник Суккот нуждается в возлиянии воды под жертвенниками, принесение семидесяти жертв за все народы. Но Суккот нужен. Есть праздники, которые невозможно праздновать без храма. Например, Песах. Можно праздновать без храма? Почему? Мешкан был. Йом-Кипур невозможно праздновать без Мешкана или без храма? Слава же с первых Песах исход, когда произошел. И еще раз. Йом-Кипур нельзя праздновать? Без храма. Без храма. Песах можно. Резали животных, воду выливали под жертвенник. Храм был не нужен. Нужен был жертвенник. А Йом-Кипур можно праздновать без храма? То есть, понятно, да? Есть некоторые праздники, по уставу которых там должны были, как минимум, разметка храмовая должна была существовать. То есть, где находилось святое, где внешний двор, где внутренний двор. Вот эти вещи должны были быть. И когда мы читаем книгу Ездра и Ниеми, мы видим, что было в голове нашего народа. Они понимали, что они должны делать все в соответствии с уставом, полученным Маше на горе Сина. Они не могут делать это по собственному произволу, исходя из своего понимания и сложившихся обстоятельств. На сегодняшний день, глядя в удаизм, мы видим, что, как бы, Равина объясняет нам. Послушайте, ребята, вы что, не видите, обстоятельства изменились? И мы не можем этого делать. Поэтому мы делаем вот так, как можем. Пускай скажет спасибо. Ну, мы же хоть как-то делаем. Уже понятно, мы не можем делать так, как он сказал. Но мы как мы можем, мы же делаем. Поэтому все нормально. Желание исполнять закон заменяет, в общем-то, исполнение самого закона. Но люди, вернувшиеся из вавилонского пленения, начинают в точности с записанными словами восстанавливать храмовое служение. Они ничего не изменяют. Они восстанавливают все в соответствии с записанным законом Маше. Они восстанавливают на основании жертвенника, новый жертвенник. И они начинают приносить жертвы по уставу каждого дня, ничего не меняя. Понятно? Вот это тот важный аспект, который я хотел затронуть для того, чтобы вы имели понимание, как относились сами евреи, которые спустя 70 лет возвращаются к месту храма, и как они начинают восстанавливать храмовое служение. Они не восстанавливают их по своему пониманию. Они не восстанавливают по своему представлению и обстоятельствам, которые дают им ту или иную возможность. Они восстанавливают все с точностью до написанных слов. То есть от себя те не исключаются. Из того, что записано, не всегда понятно, как нужно сделать то или иное действие, скажем, или изготовить тот или иной предмет. Каким образом они это восстанавливали? Потому что в Торе записано что, но не всегда записано как. Знаете, это очень любопытная история, я вам расскажу отвлеченную такую. Я общался с одним евреем, Литвак, очень интересный парень, и я общался с ним на предмет устной Торы. И говорит, я тебе легко докажу, что устная Тора существует. Я говорю, интересно, как? То, что я читаю в письменной Торе, я не вижу, чтобы письменная Тора каким-то образом ссылалась на устную Тору. То, что я вижу в устной Торе, устная Тора постоянно ссылается на что? На письменную Тору. Он говорит, все достаточно просто. Запад Тфилин, знаешь? Знаете запад Тфилин? Да. Отлично. Дана на Торе письменной? Да. Некоторые успели сказать нет, на самом деле дана. Скажите мне, пожалуйста, а написано ли как ее исполнять? Нет. Нет. Говорит, ну видишь, а как же Бог мог дать заповедь, и не объяснить, как ее исполнять? Должна быть дополнительная инструкция. А это и есть наша любимая, родная, устная Тора. Я говорю, все было бы хорошо, но, наверное, другой пример возьми. Говорит, этот. Я говорю, ну честно, ну неудобно будет. Давай другой. Говорит, нет, этот подходит. Я говорю, ну ты сам просил. Я говорю, то есть, другими словами, ты утверждаешь, что заповедь, как одевать Тфилин, как накладывать Тфилин, является частью Синайского откровения. Говорит, да. Я говорю, другими словами, ты хочешь сказать, что Маше, наряду с тем, что он получил на горе, он получил еще рассказ, как это надо делать. Говорит, да. Я говорю, отлично. Тогда ты мне случайно не скажешь, почему Сефарда и Шишкинады делают это по-разному. Это местная традиция. Я говорю, ты вонишь. Ты что-то сказал, что это часть Синайского откровения. Говорит, ты вообще не в курсе дела. Маше написал вообще 12 тор. Для каждого колена свое, и они там по местам сами типа разбирались. Я говорю, послушай, может быть, не 12? Говорит, 12 тор, он написал. Я говорю, дружище, скажи мне, пожалуйста. Ну, я не шучу, у меня переписка есть с этим человеком. У меня есть, ну, мы переписывались. Это, ну, как бы не в реальной жизни, это записано все. Я говорю, слушай, скажи мне, Ефрем и Манасия – это одно колено или два? Говорит, два. Я говорю, кому тогда тора не досталось? Человек на полном серьезе пишет, левитам. Я говорю, да, правильно. Им меньше всех надо было. Они меньше всех должны были ее знать. Я говорю, ну, давай так, по-нормальному, говорю, чтобы, ну, хоть раз в жизни, я же, ну, мне просто вот по-человечески, пускай их будет 13. Я говорю, 12. Я говорю, ну, пожалуйста, ну, давай еще одну дадим левитам. Ну, чтобы им, ну, как бы, ну, так, ну, чисто для приличия, ну, что жалко пацанову, как они бы с торой будут. Ну, тебе же жалко. Пускай будет 13. Ну, и в конце концов, хоть раз в жизни я буду прав. Говорит, нет, 12. Я говорю, ладно, тогда читаем, что написано в письменной торе. В письменной торе написано, что возле ковчега Завета с правой стороны от него лежал свиток. Говорит, так это ж 13, его никогда не выносили, его считать не надо. Я говорю, так 12 или 13? Конечно, я говорю, 13. Но его просто никогда не выносили. Я говорю, слушай, а был тот свиток, которого левиты должны были переписывать все для царей. Я говорю, как с этим быть? Если тот не выносили, то где они брали? Он говорит, все, я нашел один медраж, все, говорит, все, стало на свои места, я нашел медраж, все нормально. Маше, говорит, в последний день своей жизни написал 12 свитков торы за день-день. И 13-й для себя забрался в могилу. Я говорю, 14-й лежал, говорю, возле ковчега Завета, а 15-й с кого переписывали. Ну да, где-то 14 или 15 их было. Начиналось все с 12-й. И причем точно 12. Я говорю, ты уверен, что вы все так хорошо и подробно знаете? На что мне человек говорит, не надо так буквально понимать все, что там написано. Я ответил каким-то образом на тот вопрос, который прозвучал? Ну, не совсем. Не совсем, потому что вопрос все-таки остается. Откуда они узнавали подробнее? Послушайте еще раз. Это то, как они жили. Это то, как они жили. И те события, о которых ты говоришь, они отстояли друг от друга не очень далеко по времени. Все же было. Были люди, которые знали. И это же, ну, как бы нормальные вещи. Они ж принесли часть утварей храмовой оттуда, с Вавилонского пленения. И были люди, которые, старики, которые видели храмы, что делали? Плакали. Они видели первый храм, и они видели какой? Второй. Были люди, которые видели и один, и второй. То есть, это, ну, как бы нормальные, простые вещи. И понятно, что они накладывали на себя отфелин. И понятно, что в разных местах они накладывали его абсолютно по-разному. Почему свифарды и шкеназы это делают по-разному? И понятно, что это не часть заповедей вот только так и не иначе. И узлы должны быть только такие. Почему? Потому что то, что касается части роминистического иудаизма, для чего нужно такое скурпулезное выполнение заповеди? Потому что смысл заповеди сводится только к ее выполнению. Но заповедь была дана не для того, чтобы ее буквально исполнить. Именно вот так. И в этом весь смысл. Заповеди были даны как способ приближения к Богу. Смысл исполнения заповеди приближения к Богу, а не заповедь ради исполнения ее. И это то, о чем говорил «И что, суббота дана не для субботы?» И вы существуете для субботы. Не смысл субботы в самой-самой субботе. Говорит, смысл суббота дана была для вас. Для чего-то для вас. А не вы все сотворены ради субботы. Что стало с ног на голову? А можно мы продолжим? Потому что если мы с вами будем задавать друг другу только вопросы, будем общаться, тут все это затянется на очень долго. Итак, нас интересует праздник, который назывался у нас как? Йом-Труа, который проходил первый день какого месяца? Седьмого Тишлея. Восьмая глава книги Ниеме, с первого стиха. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, который принес книгу закона Моисеева, которую заповедовал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и все, которые могли понимать его в первый день седьмого месяца. Какой это день? Йом-Труа. Первый день седьмого месяца. Йом-Труа или Рош-Хашина, как уже потом он стал. И читали из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. Читали перед всеми, кто мог понимать. И лучше всего народа были преклонены книги закона. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Они могли понимать, читали им внятно, не так, как я иногда с короговоркой глотаю слова, да? А еще, кроме того, что им читали, им еще и объясняли, и написано, что они еще и понимали прочитанное. Не написано. Которые могли понимать и уши всего народа. Уши всего народа. Не понимают, но слушали все. Читали отдельные группы, а слушали все. И народ понимал прочитанное. Итак, понимали они? Понимали. Опять. Все, если мы начинаем буквально, буквально придираться к словам, то у нас возникает легкая проблема. Пришло сколько? 42 тысячи. А название не как? Весь Израиль. А были еще евреи, кроме них? Она раскрывается взгляд Бога на всю эту ситуацию. И здесь написано, что на площади собрался народ. Мужчины и женщины. И все, которые могли понимать. Собрались те, которые могли понимать. Те, которые не могли понимать, что им собираться? Зачем? Написано, что собрались те, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены. И читали внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал. Здесь понятно? И когда они начали понимать, тогда Нейме, он же Тирфаша, Тиршафа, и книжники, ездра, священники, левиты, учившие народ, сказали всему народу, день свят, Господу Богу вашему, не печальтесь, и не плачьте, потому что весь народ что делал? Плакал. Слушая слова Солкона. Отличный праздник, кстати. Что мы видим? Что начало происходить? Люди начали плакать. Пока о покаянии речи не идет. Пока мы видим, что они плачут. Хороший праздник. Как вам праздничек? Нормально, да? Весь народ собрался именно порадоваться. Все стали, начали плакать. Вопросы задачника. Что плачут? Когда человек слышит закон, он судим этим законом. И естественная реакция человека слезы. И это нормально. И сегодня мы видим людей, которые приходят в наши собрания, которые слушают Слово Божие. Слово Божие судит этих людей, и они начинают что делать? Плакать. Это нормально. И мы приходим и говорим, пацаны, да не плачьте. Не все так плохо. Успокойтесь. Или мы их не успокаиваем. Успокаиваем? Зачем? Зачем? Наоборот, хорошо. Я тоже никогда никого не успокаиваю. На самом деле, смысл успокаивать этих людей? Они обличаемы. Они нуждаются в покаянии. Они нуждаются не в успокоении, они нуждаются в покаянии. Вот в чем они нуждаются. Они не нуждаются в том, чтобы пришли, утешили, успокоили их и сказали, идите дальше, грешите. Когда он утешает? До покаяния или после? А здесь что говорится? Здесь говорится об обличении и успокоении. о покаянии здесь что-то говорится? Подразумевается? Я пока не вижу. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Написано, что они плакали, когда слушали. И сказал им, поедите, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Потому что день сей свят Господу Богу нашему и не печальтесь, потому что радость перед Богом подкрепление для вас. Левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят не печальтесь. И пошел весь народ есть, пить, посылать части, праздновать с великим весельем, потому что поняли слова, которые сказали им. Они поняли какие-то слова. Какие? не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. День свят. Не печальтесь. Ну почему? Какой? Ну радость, ну понятно. Но они же плакали тому, что мы не были обличаемы. Значит, в этом увлечении было что-то и утешительное, что-то радостное. Что? День сей свят. Каким образом свят? Подкрепление. Как бы они свящались, то они просто плакали. Так. Еще раз. Рошхашана, йом труа. День чего? Скорь. День сюда. День сюда? Да. День сюда. Бог судит свое творение в этот день согласно нашей традиции. Он судит. Скажите мне, пожалуйста, когда человек осознает, что Бог его судит, он обличаем Словом Божьим и он начинает плакать, то где, в какой части мы можем найти утешение? в самом Боге его обещаниях. И что он им обещал? Послушай, давайте будем нормальными людьми. Вот у меня есть суд. Меня должны судить. Меня должны судить. И я понимаю, судя по тому, что читает судья, каков вообще приговор мне положен. И, естественно, моя реакция... Почему? Потому что я осознаю, какой приговор положен мне. это понятно? Что я делаю? Я плачу. Но потом кто-то ко мне приходит и говорит, послушай, дружище, в соответствии с нашей традицией, ты не в курсе был, приговор-то этот какой, окончательный? Нет. Есть время что-то тебе сделать. покаяться. Покаяться. Приговор в этот день не окончательный. Есть надежда, есть радость. У тебя есть время все исправить. Это не радостная новость? Мысль о получении прощения это не радостная мысль? Они рядом. Послушайте, ребята, вы не поняли. Вы можете еще получить прощение. Суд в этот день не окончательный. Это то, что соответствует нашей традиции. Это то, о чем нам говорит Рожхашина. это то, для чего отводятся дни трепета. Сколько их, кстати? Молодцы. Семь. Почему их семь? Семь дней недели, семь дней. Нет, еще раз. Рожхашина первый день празднуется. Десятый день это у нас это у нас уже емкий пур. Сколько осталось? Сколько? Два и один последний тоже. Сколько осталось? Семь. Мы просто привыкли. Первое, десятое, значит, сколько? Десять. Ну, первый день вообще праздника, который празднуется два дня. Хочешь восемь, хочешь семь. Но никак не десять. Десять все равно не получается. Отлично. Итак, день суда, но суд считается не окончательным. Идея прощения, идея прощения невероятна по своей сути. где закон нам говорит о том, что читали закон. Значит, каким образом читая закон, значит, понимающие услышали суд, но не услышали вот того, что им впоследствии объяснили левиты. То есть, левиты откуда взяли, если они читали закон, а люди все понимали. Получается, что левиты понимали больше, чем народ? Это естественно. Они же должны были больше понимать, чем народ. у них работа была такая. Они же посвящались всю жизнь этому. Еще раз. Смотри, я понял. Мы смотрим на традиционные праздники. Мы смотрим на нашу традицию. Мы видим, что эти вещи были даны нам в Торе. Праздник Йом Труа дан нам в Торе. Праздник Йом Кипур дан нам в Торе. Дни трепета нам даны в Торе. Нет. Мы не видим. Мы видим традицию. семь. Семь. Нехай будем. Вообще, как бы, не трепетно хороши на весь год. То, чем мы говорим, будет хорошо потом распространять на весь год. Но мы видим, что Йом Труа и Йом Кипур они даны нам. Но смысл их раскрыт для нас пророка Ниеми. Где-то это сказано нам? Нет. Мы можем смотреть на традицию и находить в ней что-то для себя тогда, когда оно не противоречит Писанию. Мы можем на нее опираться? Легко. Как только оно начинает противоречить Писанию, мы говорим, извините, мы не можем опираться на это, потому что это противоречит Писанию. Вопрос. Смысл, о котором я говорю, возможность покаяния противоречит Писанию? Суд не окончательный для человека противоречит Писанию? Бог дает время человеку покаяться. В какой части это противоречит Писанию? Если я говорю, так, ребята, а ну покажите мне по Писанию, где это написано, да еще такими словами. Понятно, да? Есть традиция, которая говорит нам о привязке дня суда и возможности покаяться. И возможность покаяния вот здесь уже для нас отдельная тема. Потому что покаяние несправедливо. Прощение несправедливо. это понятная мысль? Прощение по своей сути несправедливо. И неверующие люди очень быстро и легко с вами согласятся. Я проводил эксперименты, я спрашивал как бы у неверующих людей и спрашивал у верующих людей. Верующие люди, как правило, думают, что прощение это нормально. Верующие люди думают, что прощение это нормально. Неверующие люди честно говорят, слушайте, ребята, ну это ненормальная история. Если этот человек убийца, то его надо что? Наказать. И это нормально. И это правильно. Как это вы говорите простить? С каких дел? Почему его надо прощать? Прощение, идея прощения, она сверхъестественная. Она неестественна для человека. Удивительная часть, которая нас будет интересовать. Прощение. И идея Рошхашины – это идея получения прощения. То, на что человек рассчитывать принципиально не может. Нет у нас права рассчитывать на получение спасения и прощения. Мы ничего не сделали и не можем сделать. Еврейская традиция говорит о том, что грех это то, что отделяет человека от Бога. Грех это то, что разделяет его с Творцом. То, что делает невозможным приближение к Творцу. Каким образом вы можете приблизиться? Интересно, а как вы можете покатиться, если вы разделены с ним? Вопрос же очень простой. были какие-то взаимоотношения между человеком и Творцом. После чего человек что-то совершает, хотите вниз, хотите вверх мы возведем стену, он может преодолеть? А как же он может тогда приблизиться к Богу? разрушить стену, которую грех возвел? Невозможно. А какие, ну, я понимаю, что Иисус это правильный ответ. человек здесь не может ничего сделать, кроме как раскаяться. А ну, вот он раскаялся, что дальше? вот он а Бог об этом не знает, все отделено. А вот так вот, не знаю. Не знаю. Послушайте, в еврейской традиции все, что может делать грешник, стоять издали и просить, и просить, просить, чтобы ворота, швы, они открылись. он у него нету права, говорит, все нормально, открывай, я тут пришел. У него нету права, так, открывайте быстренько, все, тут я, я, я тут собрался каяться, все быстро радуемся. Все, ангелы на небе, взяли шафары, начали трубить, я именно решил. Ребята, покаяние это величина, величайший дар данный нам свыше. Если он не призовет, то мы никогда не ответим. Покаяние начинается с него, не с меня. Все, что я могу стоять, это я могу кричать к нему, чтобы ворота покаяния открылись. О милости, а не о справедливости. Поэтому, когда священники говорят, ребята, у вас есть еще возможность испокаяться, ворота швы открыты для вас, это радость величайшая, которая может наполнять нас. Для нас это возможно. Для многих людей эти ворота закрыты. Абсолютно верно. Вы что-то хотели добавить? Это величайшее чудо. Открытие ворота швы это величайшее чудо. И шва это дорога, это путь. Это не раз. Не раз. И все тут уже у меня все нормально и опять на короткой ноге с Богом. Это путь, который человек должен пройти за определенное время. Мы тут не перемещаемся во времени и в пространстве. Это тот путь, который должен пройти. Да? И написано дальше для нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это уже Новый Завет. Первое послание апостола Иоанна, первая глава, девятый стих. Говорится об очищении. Вопрос очищения и освящения это очень любопытный вопрос. Скажите, пожалуйста, очищение и освящение это одно и то же? Чем отличаются? очищение это не то, что делает человека с... в принципе освящается человеком. Нет, нет, нет. Это одно и то же. Разные вещи, но... Это одно и то же? При очищении мы освящаемся. При очищении мы освящаемся. Нет. Это немножко разное. Потому что ну, святость какая-то с Богом. Это другой уровень. А очищение это тоже как покаяние, что чистое. Чистое. Очищение может быть без освящения, а освящение без очищения не может быть. Хорошо, хороший тезис. Послушайте, мы молимся Богу о чистоте и святости. Мы молимся. Мы говорим Божие. Ну и как только мы именно помолились. Освящение, это как бы уже заключительный этап очищения, как бы после очищения идет, мы очищаемся через слово. Ой, как я вас люблю всех. Послушайте, вот вы знаете, мы искуплены, заодно очищены и освящены, и это все одно моментное, я понял. Как только я просто к нему обратился, так он сразу все сделал. Вы знаете, мы носим одежду. Мы носим одежду. И вы знаете, как это ни странно, она пачкается. Странно, да, она какую-то такую странную природу имеет, она может запачкаться. И когда она запачкалась, я об этом знаю? Не всегда. Не всегда. Если я запачкался на спине, я вижу? Я не всегда вижу, да. Но когда я запачкался, это видно. Иногда это видно мне, а иногда это видно еще и окружающим. А окружающим. И окружающие люди, кстати, иногда могут испортить настроение, подойти в самый ответственный момент, сказал, ты там запачкался. Тут у тебя было все нормально, как бы классно, все было по жизни. Тут ты уже готов выходить на сцену, но как бы вот все нормально. Кто-то тебе подходит и говорит, да, кстати, у тебя там сзади пятно. И все, и настроение уже не то, уже все, уже все испорчено, да. Значит, мы можем увидеть сами, нам могут сказать об этом другие, ну и, в общем-то, да, он тоже может сказать. Мы можем получить откровение, да, о том, что мы все-таки не совсем чистые. Нормально? Все нормально? Хорошо. Когда мы узнали о том, что мы запачкались, что нам нужно сделать? Постирать. Постирать. Снять и постирать. Окей. Сама одежда может себя постирать? Нет. Нет. То есть нужен тот, кто может это сделать. Нужен тот, кто может это сделать. Желательно, чтобы это был профессионал, чтобы он почистил так, чтобы не испортил. Ну, если это пятно, то нам надо идти в химчистку. Ну, и если там опытный профессионал, он может дырочку там сделать, или оно бы сцветится. Ну, испортить вещь вообще до конца, да. Поэтому нужен профессионал, который может очистить, не повредив, да. Желательно. Уже если повредить, то это уже не очистит, а испортит. Окей. Итак, вопрос очищения. Вопрос постоянный или периодический? То есть вы все время чистите? Или периодически чистите? Так, постоянно или периодически? Как-то вы легко меняете свое мнение. Постоянно. Мы с теми меняем одежду и стираем. Это тоже периодически, но постоянно. Еще раз. Мы это делаем по мере того, как оно пачкается. Периодически, но постоянно. Периодически, но постоянно. Запачкали, нуждаемся в том, чтобы почистить. Но постоянно мы вот это именно не прекращаем, не делаем этого. Все, хорошо. Периодически, но все время по мере того, как оно пачкается. Окей, хорошо. Теперь у меня к вам вопрос. Когда вы запачкались грехом, вы сами можете очиститься? Нет. Вы должны прийти к тому... Вопрос прийти, чей? Мой. Вопрос прийти к тому, кто может очистить, это моя ответственность. И точно так же, как я мирюсь. Ну, там запачкался. Пойдем. Ну, пойдем. Точно так же мы можем мириться с нашей душевной нечистотой. Он мириться с ней никогда не будет. Но вопрос прийти к нему, это вопрос, чьей ответственность и чьего желания? Научитесь говорить мой. Так будет правильно. Наш это как бы, ну вот, они все должны. А мой, это мой. Я должен прийти. Это моя ответственность прийти. Когда я узнал, когда мне сказали, или когда я получил, в конечном итоге откровение. Я должен прийти к тому, кто может меня очистить. Сам я очистить себя. Не могу. Это надо записать. Что я сам, сам очистить себя никогда не смогу. Я нуждаюсь в том, кто меня сможет очистить. Я нуждаюсь в том, кто меня сможет очистить. Потому что сам я не смогу очистить. И как только я осознаю свою нужду, как только я осознаю, что я запачкан, я должен прийти к тому, кто меня может очистить. И вопрос прийти, это мой личный вопрос. Это мой личный выбор. Это моя ответственность. При осознании того, что я запачкался, прийти к нему. Не он говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Он очистен. Не я очищусь. Это не вопрос моего желания, моих стараний, моих умений. Это вопрос его верности. Написано, что он, будучи верен и праведен, сделает это со мной. Если я исповедую. А если я не исповедую, извините, ничего не произойдет. Понятно, да? Ну, а вопрос об освящении мы затронем уже на следующем. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...